Продолжение следует... И крест святой, божественной красою Над храмом Божьим вновь ярко заблестит. Утихнут нынешние грозные невзгоды. Своих врагов Россия победит. И имя русского великого народа Как гром по всей вселенной прогремит. Продолжение следует... Через два года после февральского переворота Писатель Иван Бунин пророчески скажет Наши дети, внуки Не будут в состоянии даже представить себе ту Россию В которой мы когда-то жили Которую мы не ценили, не понимали Всю эту мощь, сложность, богатство, счастье Так что же это было за Россия? Которую завещал на смертном адре Своему венценосному сыну, державный вождь русского государства Император Александр Третий С любовью, прозванный в народе миротворцем Предчувствуя приближение грядущих событий Государь скажет Николай, тебе предстоит взять с моих плеч Тяжелый груз государственной власти И нести его до могилы так же, как нес его я И как несли его наши предки Я передаю тебе царство, Богом не врученное Меня интересовало только благо моего народа И величие России Я стремился дать внутренний и внешний мир Чтобы государство могло свободно и спокойно развиваться Нормально крепнуть, богатеть и благоденствовать Самодержавие, сын мой Создало историческую индивидуальность России И если оно рухнет То тогда с ним рухнет и вся Россия Помни, что ты будешь нести ответственность За судьбу твоих подданных пред престолом Всевышнего Бога Будь тверд и мужественен Избегай войн Укрепляй семью Потому что она основа всякого государства Покровительствует церкви Ибо она не раз спасала государство И знай Что у России нет друзей У нее есть только два верных союзника Это ее армия и флот Идея единоличного самодержавия на Руси Крепла еще до татарского нашествия Великий князь Андрей Боголюбский Был ее ярким представителем Видя какой вред приносят старые порядки Он стал ломать их И сосредотачивать власть в своих руках Бояре не простили это Андрею Они вместе с инородцами Составили против него заговор И убили его В 15 веке Иоанн III писал Иоанн Божией милостью государь всей Руси И великий князь Владимирский Московский Новгородский Псковский Тверской Югорский Перамский И иных Временами он уже называет себя Царь всей Руси Это время было как бы заключительным этапом В развитии идеи царской власти С удельных времен Брак с Софией Палеолог Давал русским царям право на наследство Византийской империи А освобождение от татарского ига Укрепляло это сознание Но только Иоанн Васильевич Грозный Первый дал ясное определение Царской власти Мы Смиренный Иоанн Царь и великий князь Сеяруси По Божьему Изволению А не по многомятежному Человеческому Хотению Таким образом Не от народа А от Божьей милости Идет к народу Царское самодержавие И еще он говорит Российские самодержцы Сами изначально владеют Всеми царствами А не бояре И вельможи Верую Продолжает Иоанн Васильевич Якобу всех своих согрешениях Вольных и невольных Суд приняти мне Яку рабу И не только О своих Но и о подвластных Мне дать ответ Аще моим несмотрением Согрешат Так понимали тогда Отношения верховной власти С народом И царь И народ А вот что писал В 20 веке Митрополит Макарий Невский Русь святая Что стало с тобой Где твоя святость Кто возвратит нам То благочестие предков наших Которую за веру православную За дом Пречистой Богородицы За царя Самодержавного За землю русскую Готовы были отдать Все Не только имущество Но и саму жизнь Тогда весь русский народ Был как один человек Все думали Одну думу Как бы постоять За те устои На которых стояла Земля русская За веру За царя За народ благочестивый Все сословия И бояре И земледельцы И богатые И бедные Составляли Как бы одну семью Где земледелец Там и боярин Где купец Там и нищий Настанет ли праздник Господень И все идут В храм Божий Князь и боярин С умой для милостыни И бедняк В лохмотьях И нищий С протянутой рукой И земледелец С копейкой трудовой На свечку Богу Все идут В храм Божий И для всех Там было Место Так что же С нами Произошло Куда Обратить Сей духовный Взор Дабы Узреть И осознать Своё Падение Русскому Народу Как завещал Митрополит Иоанн Снычёв Определено Богом Особенное Служение Составляющее Весь смысл Русской жизни Во всех Её Проявлениях Это служение Заключается В обязанности Народа Хранить В чистоте И неповреждённости Нравственное И догматическое Вероучение Принесённое На землю Господом Нашим Иисусом Христом Этим Русский Народ Призван Послужить И всем Другим Народом Земли Давая им Возможность Вплоть до Последних Мгновений Истории Обратиться К спасительному Неискажённому Христианскому Вероучению Именно Эта роль России Как Третьего Рима Последнего Убежища Истинной Веры И всеми Гонимой Церкви Времён Всеобщей Апостасии И воцарения Антихриста Придает Русской Истории Вселенское Космическое Значение Идея Третьего Рима Неразрывно Связана С идеей Самодержавия Уже Преподобный Иосиф Володский Вскоре После падения Византии Второго Рима Видел В русском Великом Князе Иоанне Третьем Единственного Защитника Правой Веры Подлинного Православного Царя Удерживающего Который Естеством Во всем Подобен Человеку Властью Же Подобен Богу И ведь Не случайно В конце 15 века Тайные Враги Христианства Пытавшиеся Захватить Власть В стране Замышляли Свой главный Удар Против Великого Князя Потому что Понимали Что сила И деятельность Его Простиралась Не только На тело Но и На душу Подданных Ибо Государь Верховный Блюститель Церковного Порядка Стоит Выше Соборных Определений И сообщает Им Силу И действия Он Есть Вождь Церковной Иерархии И законодатель По отношению К жизни И поведению Священников И мирян Он Имеет Право Решать Споры Между Митрополитами Епископами И клириками Избирать На вакантные Епископские Кафедры Постановление Его Имеют Силу Канонов Благоверный Царь Иоанн Грозный Понимая Это Писал В своем Первом Послании На крестопреступников Князю Курбскому Когда Бог Избавил Евреев От рабства Разве Он Поставил Над Ними Священника Или Многих Управителей Нет Он Поставил Над ними Моисея Яко Царя Священствовать Жи приказал Не ему А брату Его Аарону Но Аарону Зато Запретил Заниматься Мирскими Делами Когда же Аарон Занялся Мирскими Делами То Отвел Людей От Бога Видишь Сам Что Не Подобает Священникам Творить Царские Дела Очевидно То Что Еретическая Идея Священства Выше Царства Латинского Происхождения Она Становится Известной В Отечестве Когда Вместе С Возвращением Малой Руси Находящейся Под Латинской Оккупацией Россия Хлебнула И Латинского Просвещения Особенно В виде Богословия 17 Века По причине Духовной Борьбы Папа Цезаристов С царской Властью На Руси И была Спровоцирована Ответная Порой Раздражительная Реакция Русских Государей Впрочем Надо помнить Что царство Ответило Прежде всего Антикатолической Реакцией Окно В Европу Открылось И это Для России Исторически Было Необходимо Так 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 как Нужно Простантом Находившимся Тогда К Риму В самом Яростном Противостоянии Из этого Можно сделать Вывод Что идея Возглавления Земной Церкви Царем В том Что он Является Не только Симфоническим Мирским Архиереем Но и Единственным Епископом Внешних Дел Вселенской Церкви То есть Божьим Приставом Ибо На царя Возложено Осуществление Отношений Земной Церкви С миром Возлележащим И ограждение Народа Божия От его Агрессии В письме К начальнику Канцелярии Российского Священного Синода Грузинский Старец Иларион Сафона Писал Властители Других Народов Часто Присваивают Себе Некоторое Величие Но Ни один Из них Не является В действительности Царем Кроме Нашего Белого Царя Они Только Приукрашиваются И льстят Себе Великим Именем Но Бог Не благосклонен К ним И не доверяет Им Они правят Только Отчасти По Снисхождению Божьему Поэтому Тот Кто не любит Своего Богом Поставленного Царя Тот Не достоин Называться Христианином К этому Можно Добавить Что Талант Повиновения Очень Сложный Талант Он Может Принадлежать Только Великому Народу Этот Талант Слагается Из сознания Необходимости Дисциплины Любви К Родине Доходящего До полного Самоотречения Талант Повиновения Превращает Целую Нацию В твердо Сплоченный Стан Одушевленный Одной Мыслью Одним Заветным Стремлением Монарх Управляющий Народом Которому Свойственен Он Не сокрушим В борьбе С врагами И может Воистину Творить Чудеса Но К началу 19 Века Россия Уже Не понимала Мистического Значения Царской Власти Отринув Бога Дворянство Кичай Своим Благородством И высокоумием Постепенно Утратила Русский Образ Жизни Погрязла В страстях Запуталась Пала И отказавшись Нести Свой крест Встала На путь Предательства И Измены Орден Русских Рыцарей Был Немногочисленной Преддекабристской Организацией Главной Задачей Которого Было Цареубийство Проведение Демократических Реформ И создание Сильной Аристократии Он делился На внешний И внутренний Орден Во внешнем Занимались Подготовкой И воспитанием Политических Борцов Преследуя Основную Цель Увлечь Волнуя Умы И чувства Используя При этом Речи Беседы И Масонскую Ритуальность При приеме Они должны были Произнести Клятву Клянусь Умереть За свободу Клянусь Не страшиться Пыток Темниц И пистолета Во внутренний Орден Допускались Немногие Особо Надежные И проверенные Для него Были характерны Строжайшая Конспирация И дисциплина В переписке Со своим Соратником По борьбе Генералом Орловым Глава Ордена Граф Дмитриев Мамонов Писал Что Мы освободили Другие страны А сами Стоним Под ненавистным Игом И что Внутренний Враг Гораздо Сильнее Чем Все Внешние Враги Ибо Великое Искусство Руководителей Состоит В том Чтобы Поставить Членов Общества В невозможность Отступать Вольно Или невольно Они служили Тайным Врагам России Постепенно Шаг За шагом Подтачивая Внутренние Устройства Государства Дворянство Подготавливало Почву Для свержения Самодержавия Вот Одно Из стихотворений Графа Мамонова Из которого Явно Просвечивается Политическая Программа Ордена Русских Рыцарей Исчезнет Как дым Утренний Невежество Народа Народ Перестанет Чтить Кумиров И поклониться Проповедникам Правды В тот День Водрузится Знамя Свободы В Кремле Сего Капитолия Новых Времен Пронесутся Лучи В дальнейшие Земли В тот День И на Камнях Будет Написано Слово Слово Наших Времен Свобода А вот Что было Утверждено В соборной Грамоте Данной Русским Народом После Великой Смуты В 1613 Году Заповедано Чтобы Избранник Божий Царь Михаил Федорович Романов Был Родоначальником Правителей Руси Из Рода В Род С Ответственностью В своих Делах Только Пред Единым Небесным Царем И Кто же Пойдет Против Всего Соборного Постановления Царь Ли Патриарх Ли Иль Всяк Человек Да Проклянется Таковой Всем Веки И В будущем И Отлучен Будет От Святой Троицы Какая Торжественная И вместе С тем Страшная Грамота Писал Преподобный Феодосий Кашин Кавказский Чудотворец Ею Клятвенно Связаны С царями Дома Романовых Не только Наши Предки Составители Ее Но и Все мы Потомки Их До Скончания Века Государь Император Николай Александрович Последний Русский Самодержец Был Наделен Сильным Чувством Любви К Простому Русскому Народу В нем Крепко Сидела Мысль Что Русский Человек Мягкий Хороший Душевный Человек Он Многого Не понимает Но на Него Как на Ребенка Всегда Можно Воздействовать Добром Будучи Весьма Религиозным Государь Осознавал Что Цари Царствуют Они Господствуют Ибо Основной Закон На котором Зиждется Самодержавие Это Евангелие И Следуя Ему Он был Готов На Любую Жертву Ради Своей Родины Его Власть Для Него Была Ничто Россия Все В 1910 Году Архиепископ Никон Рождественский Писал Страна Наша Величается Православная Следовательно В самом Чистом Значении Слово Христианское А где Оно Наше Христианство Куда Только Не Посмотришь Самое Настоящее Язычество Народ Наш Разделился И Каждое Сословие Избрало Для себя Как бы Свою Особую Веру Высшее Сословие Бунтует Среднее Думает Только О Деньгах Они Шепьет И впадает В ереси Воистину Весь русский народ Пришел В такое Состояние В каком Некогда Находился Израиль Который Отпавший От Бога И Предавшийся Нечестью За это Подвергался Разным Наказаниям А потом И страшному Семидесятилетнему Плену Пленю Семидесятилетнему Ах Они смотрели Мои Глаза Семидесятилетнему 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 Возглавляемое Возглавляемое Удерживающим И занимающая Шестую часть Света Была не только Лакомым Кусочком Но и Главным Препятствием Для тех сил Которые Действуя Тайно Желали Управлять Всем Миром Дворянство Интеллигенция А позже Уже и часть Духовенства Ненавидящая Монархию И мечтавшая По-своему Обустроить Россию Была в этом деле Им верным Союзником И пособником Великая Или как сейчас Называют Первая мировая война Началась не сразу Ее долго И упорно Готовили В 1912 Году Во время Балканской войны Русская Аристократия Готова была Вмешаться В эту компанию Но на пути У нее встал Григорий Ефимович Распутин Новый Который Доказывая Пагубность Войны Встал Перед царем На колени И пламенной Речью Лишенной Искусной Риторики Доказал Все гибельные Результаты Европейского Пожара Такую же Непримиримую Антивоенную Позицию Он занимал И перед Началом Первой Мировой Войны Нам надо Укреплять Страну Говорил Григорий Ефимович Решать Собственные Дела А война Нужна Только Врагам России Которые Страстно Мечтают О новых Потрясениях Антивоенная Позиция Распутина Была Глубоко Ненавистна Врагам России И не только Внутри Но и За рубежом Видя его Непреклонность И непоколебимость Они После мощной Клеветнической Компании Пытаются Физически Устранить Григория Ефимовича Милый Друг Пишет Он Царю Тяжелораненый Накануне Страшного Времени Еще раз Скажу Грозна Туча Над Россией Беда Горя Много Темно И просвету Нет Слез Море И мира Нет А крови Слов Нет Неописуемый Ужас Знаю Все От тебя Войны Хотят Не зная Что ради Гибели Тяжко Тяжко Божье Наказание Ты Царь Отец Народа Не Попусти Безумным Торжествовать И погубить Себя И народ Вот Германию Победят А Русия Подумать Так все По-другому Не будет От веку Гоши Страдалицы Вся Потонет В крови Великой И погибель Без конца И печаль Но с другой Страны Нельзя Распутина Воспринимать Неким Пацифистом Он Отчетливо Понимал Что Если Войны Не Удастся Избежать И Если На Сербию Дружественное Православное Государство Будет Совершено Нападение То Тогда Нужно Будет Не только Надеяться На свою Армию И союзников Францию И Англию Но и Поднимать Всю Народную Мощь Субтитры 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 В ночь На 2 марта 1917 года Воспользовавшись Трудной Обстановкой Военного Времени В Пскове Государь Император Николай Второй Был Арестован Генерал Дубенский Рассказывал Более Быстрой Более Сознательной И предательской Измены Своему Государю И представить Было Трудно Какое Чувство Негодования Оскорблений Испытали Все верные Царю Когда Выяснилось Что Не только Дума Петроград Но и лица Высшего Командования Действовали В полном Согласии И вместе Решали Как лучше Произвести Переворот Кто-кто А они-то Знали Сколько сил и Труда Положил Государь Чтобы Сделать Армию Боеспособной И подготовить Ее Предстоящему Весеннему Наступлению И в этот Момент Они Объявляют Его Помехой Счастью России И требуют Оставить Трон После Предательства Двух Верных Союзников Армии Флота Государя Императора Предает Духовенство Священный Синод Который Незаконно Благословил Свою Паству На измену Помазаннику Божию И присягу Немиропомазанному Временному Правительству Блаженная Пелагия Рязанская Говорила Богатые И священники Распяли Господа Богатые И священники Свергли Царя Богатые И священники Приведут Нас К Антихристу Ибо Раньше Поясняла Она Священно Начале И власть Готовили Людей Для Рая А сейчас Для Ада Шли Бы Сами В Ад А народ Пожалели Ведь Смиряться Надо Перед Богом А не Перед Дьяволом И его Злом После ареста Государя И его Семьи Судьба Их оказывается В руках Временного Правительства Которые Возглавлял Масон Керенский Он же Кирбис Рожденный В тюрьме Гесии Гельфман Приговоренный К смертной Казни За активное Участие В убийстве Государя Императора Александра Второго Это демократическое Правительство Дыша ненавистью К монархии Изолирует Царя А после Хитроумных Комбинаций Передает Самодержца И его Семью В руки Врагов На страшную Религиозную Месть Это убийство Писал Архиепископ Авергий Таушев Было проведено И организовано Теми Предавшими Свою душу Сатане Людями Которые Ведут Самую Напряженную Подготовку К скорейшему Воцарению В мире Антихриста Они Отлично Понимали Что Главное Препятствие Стоявшее У них На пути Православная Царская Россия Поэтому Надо было Уничтожить Россию Православную Устроив На ее месте Безбожное Богоборческое Государство А для Скорейшего И вернейшего Уничтожения России Надо было Уничтожить Того Кто был Живым Символом Царя Православного Ибо Слово Царь В переводе На русский Язык Сарамейского И санскрита Означает Защитник Покровитель Руководитель А слово Царство Это Разумеется Защита Ограждение Народа И его Веры Поэтому Это Убийство Носило Совершенно Особый Мистический Характер О чем И свидетельствует Кабалистическая Надпись Обнаруженная На стенах Подвала Ипатьевского Дома Здесь По приказу Тайных сил Царь Был Принесен В жертву Для разрушения Государства А семь Извещаются Все Народы С этого Момента Тайна Беззакония И получила Свободу Ведь Несоблюдение Клятвы 1613 Года Это Великий Грех Перед Богом Влекущий За собой Неизбежное Наказание Ибо Всякое Противление Помазаннику Божию Это Противление Самому Богу Это Бунт Против Бога И Безумный Вызов Его Промыслу Каю Снова Пред Иконой Русского Царя Молим Мученик Никола Бога За Меня Я Стою Слезу Роняю Голову Склоня И Может Бог Простит Теперь Меня И Может Бог Простит Меня Говорят Говорят Ну что ж Такого Чья Ж Здесь Вина Поколение Мы Другого Не Нам Винить Себя Но Молю Я Вновь Святого Голову Склоня И Может Бог Простит Теперь Меня И Может Бог Простит Меня Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok